Водолеи, доброго вам времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Я вас приветствую на своем канале и для вас снимаю ваш второй прогноз на неделю. Смотрим и анализируем период с 28 марта по 3 апреля 2022 года. Работать мы будем сегодня с Таро Телемы, а также с Золотыми Венецианскими или Норман. Традиционно посмотрим позитив недели, негатив недели и совет от карт, а также проанализируем в принципе общую картину и общее настроение этой семидневки. Поэтому, пожалуйста, настраивайтесь на расклад, на получение информации. Будем с вами анализировать и смотреть предстоящий событийный ряд. Позитив недели, негатив недели, совет от карт. Что же у нас здесь? Ой, какая у вас знаковая, значимая неделя. Обратите внимание. Маг, колесо фортуны, тройка пентаклей. В первую очередь, как вы понимаете, это становление вас. Раскрытие вашего потенциала и вашего «я». Это шикарный шанс в плане трудоустройства, если вы ищете работу, реализации, повышение по службе, карьере, открытие своего дела, своего начала, увеличение заработка, получение прибыли, возврата долга. То есть все, что напрямую связано с вашим «я», вашей реализацией, с капиталовложениями, получением прибыли от ваших инвестиций, в принципе, заработком как таковым. Также это своевременно найти каких-то выгодных партнеров по бизнесу, по совместной реализации, либо людей, которые вам помогут реализовать себя в качестве фрилансера. Карты, которые могут показывать на оптимизацию текущего положения вещей, особенно если вы длительный период искали специалиста, который вам поможет, допустим, с решением вопросов по вашему состоянию здоровья. Потому что здесь найти грамотного, квалифицированного специалиста, хорошего врача, который вас действительно поставит на ноги, если была такая проблема, была такая ситуация. Но давайте обо всем, по сути, поподробнее. Итак, если эти карты смотрим с точки зрения личной жизни, и на текущем этапе вы свободны, то тут, знаете, как говорится, карта идет в масть, потому что здесь однозначно, как по велению судьбы, по вопросам кармы, идет вам человек, причем идет по каким-то деловым контактам, с которыми вы действительно можете завязать и построить плодотворные взаимоотношения, то есть человек, который вам послан свыше. Если же у вас на текущем этапе вопрос любовных треугольников, то, как показывает шестерка Пентахлей, смотрите, здесь это, знаете, как попытки оценить эти отношения, насколько ваш партнер или партнерша к вам добросовестно относится. То есть если здесь равноценный обмен в этом союзе, я сейчас говорю про энергообмен, не про финансовую сторону вопроса, то есть это оценивать вашего партнера или партнершу по поступкам, а не по словам. То есть акцент в первую очередь будет на это, на взаимодействие, как вы взаимодействуете как пара. И могу сказать, что действительно у вас случится какая-то ситуация, где вам нужна будет колоссальная помощь от вашей второй половины, и человек вам ее окажет. Но как мы видим, это в плане работы, трудоустройства, либо какой-то финансовой помощи или поддержки. То есть здесь вы действительно ее получите. И если мы будем смотреть ситуацию для тех, кто находится в стабильных союзах, то здесь колесница, укрепление отношений, это двигаться, знаете, как вместе, водой упряжки, идти одной дорогой жизни, укрепление отношений, становление союза, у кого-то осознание, что это вот тот человек, с которым вы хотите пройти вашу жизнь, желание единения, связать себя. Вы знаете, как это не узами брака, это заявить о своих намерениях, потому что колесница в связке в совокупности карт, это как заключить условный договор о вопросах помолвки, либо акцент на венчание, потому что здесь идет понимание, что вот тот человек, с которым я хочу строить свою судьбу. Также планы на то, чтобы съехаться, если вы жили раздельно, на вопросы, знаете, как к вам правильно сказать и озвучить, совместной поездки, переезда, смены места жительства, то есть это все для вас будет актуально, это все сложится и будет, самое главное, своевременно. И если эти арканы смотреть с точки зрения работы и заработка, на данном этапе вы не работаете, то есть вы не работающий пенсионер, домохозяйка, либо вы в декрете, то здесь, во-первых, как очень существенная материальная помощь, плюс, помимо всего этого, у вас появится шанс, знаете, как работать на самих себя, что-то такое реализовать, что вам поможет иметь дополнительный источник заработка. Если вы в статусе соискателя, то арканы говорят сами за себя, что крайне успешный, крайне удачный момент, и вы здесь можете трудоустроиться. Если вы являетесь наемным сотрудником, то это, безусловно, вопросы повышения по карьерной лестнице и увеличения дохода. И если у вас свой собственный бизнес, это активное развитие, это новое партнерство, которое вас возвысит, знаете, как новым возможностям. В плане состояния здоровья обращаем также еще момент на желудочно-кишечный тракт, потому что несвоевременность приема пищи, нерегулярность, либо, знаете, как кушать, что попало. Вот по тройке Пентакли, это может идти к осложнениям, к вопросам пищеварения. То есть, особенно, если кто страдает такими моментами, обратите на это внимание, дабы не усугублять ситуацию. Что у вас в негативе? Так, смерть, отшельник, пятерка кубков. Ну, называю вещи своими венами, как есть. У некоторых может здесь пройти информация о известии, о смерти какого-то пожилого родственника, пожилого человека. Это не обязательно именно родственник, знаете, как по прямому колену первого или второму. Это может быть, допустим, хороший друг или коллега. То есть, ситуация отчаяния, которая вас ведет в некий ступор. Сейчас даже дотяну, что здесь есть. Видите? И семерка жезлов – это попытки выстоять в этой ситуации. Еще, еще, ну, это я сказала в негативном ключе, позитивное из этого негатива – это когда вы себя ощущаете одиноко, что как будто нет поддержки, что как будто вы в любые ситуации, проблемы выруливаете сами, можете положиться только на самих себя. То есть, здесь попытки сохранить свою эмоциональную стабильность, то есть, не получить какого-то, знаете, как я говорю, невроза, попытки сохранить свою целостность. У многих здесь проходит какая-то глубокая депрессия, апатия, либо депрессивное состояние. Также присутствуют ощущения тревоги, либо панические атаки. К сожалению, здесь справиться самостоятельно вы не сможете. Вам нужен квалифицированный специалист и его помощь в решении этих вопросов. И совет. Совет по ситуации. Башни. Башни, как вы понимаете, карта трансформации, причем болезненных, но тем не менее, как мы понимаем, необходимых. То есть, вычеркнуть из вашей жизни все то, что себя исчерпало, отжило, то есть, разрушить, сжечь дотла и идти смело в новом направлении. Еще, как в позитивном ключе, в позитивном контексте, карта указывает на вопросы, связанные с недвижимостью, со стабильностью. И будет недвижимость жилая, либо коммерческая. То есть, это акцент покупки, аренды, субаренды, продажи, перепланировки, ремонта. То есть, все, что напрямую, либо косвенно связано с этими нюансами, вы будете решать в рамках этих семи дней. Потому что хочется стабильности, хочется комфорта, и самое главное, хочется структуры. Ну, давайте посмотрим неожиданность этой недели. о чем здесь у нас идет речь. Видите, тоже падает карта дом. Дом мужчины-крысы. Здесь как планы на совместную жизнь с мужчиной, но есть перипетии по этому поводу. Почему? Потому что мужчина и вашим, и нашим, и не может здесь определиться, сделать выбор. Чувства здесь, безусловно, присутствуют, но присутствуют еще какие-то корыстные интересы. Поэтому вы здесь будете брать быка за рога и решать этот момент. Или да, или нет, и знать, то есть вот эти вот нюансы. Потому что здесь как решать вопрос жизненного пути, как вы будете двигаться дальше, с кем вы будете выстраивать свою личную жизнь, но и взаимоотношения как таковые. Если это деловое партнерство, то здесь будут вопросы, связанные с финансовыми вложениями, кто сколько вложил, кто кому чего должен, и как это стабилизирует ваш союз и ваше партнерское взаимодействие. Вот такая у вас неделя выходит. Она, безусловно, непростая. Наша задача убрать все негативные аспекты, стабилизировать текущее положение вещей и сделать так, чтобы в вашей жизни произошли благоприятные перемены. Поэтому закрываем вам все арканом маг, чтобы вы были хозяином своей судьбы, хозяином жизни и новыми возможностями, которые вам идут свыше. Я вам искренне от всей души этого желаю. Вот такой у вас расклад на эту семидневку. От вас до обратной связи. Если видео было полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Для тех же, для кого актуальны индивидуальные расклады или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас искренне благодарю за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok